Всем привет! С вами канал Прагавто и мы преподаватели Международного Центра Безопасного Вождения Физика Движения. Я Александр Сорокеев. А я Кирилл Каландырец. И сегодня мы с вами познакомимся с таким, на первый взгляд, странным парнем, как Шкода Корок. Но мы все разберем, пощупаем, попробуем, погоняем, поиздеваемся и поймем, что это за парень. Я обязательно расскажу вам. Друзья, что можем отметить в этом автомобиле? Здесь производитель уже пошел нам навстречу и избавил нас от, может быть, необходимости, либо внутреннего желания разобрать фары и покрасить те части нашей фары в черный, которые не являются отражателем. Очень много водителей сейчас так делают. Покупают машину и первым делом разбирают фары, чтобы все покрасить черной. Спасибо Шкоде за то, что здесь у нас все уже черное. Но, знаете, если у вас автомобиль без линзы, не стоит красить все, потому что вы можете случайно закрасить себе отражатель. Также хочу отдельное спасибо сказать, как автомобилист, который часто бьет машины, Шкоде за то, что они так высоко подняли свои противотуманные фары. Когда они вниже, их бьешь чаще. Выше противотуманная фара бьешь реже. Спасибо Шкоде за заботу о своем клиенте. Очень непривычно для нас наблюдать у Шкоды выпуклую слегка часть решетки радиатора. Я не могу вам объяснить, что это значит и для чего это сделано, но мы должны обратить на это внимание. Ведь это необычно, не как у всех Шкод. Также мы можем заметить губу. Губа это такой маленький акцент на спортивность. Но не стоит думать, что с этой губой вы можете вылетать на вон ту гору на скорости 120 км в час. Этой губой вы можете зацепиться. А ну, скажите, как вы думаете, это значок нового или старый? Давайте посмотрим сбоку. Шкода и здесь не обделила нас вниманием и заботой и сделала отличные пластиковые накладки на порогах. Вы можете в городе очень часто заметить автомобили с погнутыми порогами. Здесь все, что мы погнем, остается за накладкой. Мы поменяем накладку и сможем поехать дальше. Пластиковую накладку всегда проще поменять, чем металлическую часть кузова. Тем более, если, например, переднее крыло у нас деталь, которую можем легко демонтировать и монтировать обратно новую, с порогом такая шутка не произойдет. Не получится, скажем так. Ну и тем более, что когда мы мнем пороги, если его по-хорошему менять, уже после замены жесткость кузова теряет свои начальные показатели и стоит не настолько безопасным автомобиль. Можем обратить внимание, что на этом автомобиле установлены 17-е колеса. Но это не самые маленькие и при этом одновременно не самые большие колеса, которые установлены на этот автомобиль с салона. Размеры колес, вот у нас, чтобы вы убедились в том, что я все-таки вам не вру, а я сегодня не Кирилл Каландырец, а настоящий эксперт, вот я подтвержду свои слова вот этой специальной табличкой. И опять-таки, друзья, забота Шкоды о своих клиентах. Мало где в других автомобилях вы найдете шкребок вообще в своем автомобиле с салона. Логическим завершением осмотра боковой части может быть только то, что можно еще выделить повторители, указатели поворотов на зеркале. Это очень полезная штука. Как для водителя он может поставить в зеркало и видеть, что он забыл просто включить поворотник, если он там не будет моргать. И также это полезно для автомобилистов. Потому что обычный поворотник, который установлен чаще всего на автомобилях, не на зеркале. Если на зеркале он отсутствует, он установлен на крыле, его не всегда видно и не со всех сторон. Давайте перейдем теперь к задней части автомобиля. По-моему, у кораблей это называется корма, а может быть как-то иначе. Но у нас это задняя часть автомобиля. Инженеры Шкоды настолько разгуляли, что они установили LED-лампочки даже в подсветку номера. То есть у вас везде стоит LED. И для старых водителей самый большой плюс будет в том, что, друзья, LED-источники света практически не потребляют ваш аккумулятор. И вы можете не переживать за то, что где-то вы зимой забыли выключить фары, и ваша машина не заведется. Потому что лампочки посадили аккумулятор. На самом деле, очень интересный момент в том, что Шкода опять-таки о нас позаботилась. И не в самый дорогой внедорожник своего сегмента они засунули уже такую, можно сказать, премию опцию. Это сервопривод багажника. Да, без него можно прожить. И это такая функция, которая не является первостепенной в вашем автомобиле. Но согласитесь, намного приятнее, когда вы просто нажали на кнопку и пошли себе садиться в автомобиль. Но что стоит отметить в этом автомобиле? Здесь нету раздельного открывания стекла багажника и крышки багажника. В принципе, это не очень полезная функция. Но чем больше функций, тем нам приятнее все-таки. Что мы еще можем визуально отметить? У этого автомобиля, как у всех представителей однообъемников, скажем так, это все кроме седанов, наверное, и микроавтобусов, у него уже установлены рейлинги. Рейлинги это хороший плюс, потому что вы лишаетесь проблемы, как зафиксировать багаж сверху. Когда рейлингов нету, бывают боковые крепления, верхний. Но это уже отдельная история, и там очень много надо разбираться. Когда есть рейлинги оригинальные, это очень огромный приятный бонус. Также мы можем увидеть сверху антенну. Ну, это антенна, наверное, и ради, и навигация. Мы уже никого ее не удивим. Но на что может обратить внимание, просто посмотрев визуально автомобиль, человек, который технически хоть слегка подкован. Это размер тормозов. И даже еще не нажимая на тормоза, просто посмотрев визуально на них, я могу сделать предварительный вывод, что тормоза здесь уверенные. Потому что они выглядят весьма убедительно. Особенно размер переднего тормозного диска. Я свои системы оцениваю как. Чем больше тормозной диск внутри закрывает пространство, тем лучше тормоза. Но одни специалисты мне сказали, что когда колеса маленькие, то не значит, что если тормоза там забили все пространство, что они хорошие и большие. Но тут же стоят 17-е колеса. И как мы видим, что тормозной, блин, там не маленький. Значит, сделаю опять-таки предварительное свое решение, либо оценку какой-то, вывод, что эти тормоза хорошие. Но мы это еще проверим потом в действии. Ну что ж, друзья. На данном этапе, я думаю, мы достаточно осмотрели этот автомобиль так называемым потребительским обычным взглядом снаружи. Теперь давайте обратимся к Александру за тем, чтобы разобраться, что же у этой машины внутри. Начнем, наверное, с водительского места. Это главное место в автомобиле. Закрываем окна, включаем климат-контроль и продолжаем. Итак, что такое рабочее место в автомобиле? Это руль, селектор переключения передач, водительское сидение и миллион кнопок. Мы сейчас все попробуем разобрать. И так, чтобы было это все понятно. Итак, у нас есть, скажем так, мини-бортовой компьютер, который у нас выводится прям между тахометром и спидометром. Что на нем есть? Очень важно, что во всех сейчас практически шкодах появилась такая шкала измерения, как температура масла. Очень удобно. Это тот, кто разбирается, для чего это. Это очень полезная информация. Также есть у нас расход, при том, что моментальный. Моментальный расход в литрах. Средний расход. Средний расход, все знают, что это такое. Не стоит, наверное, объяснять. Запас хода. То есть, сколько километров у вас осталось до того, как вам надо снова заправиться. Объем для залива в баке. То есть, сколько литров сейчас не хватает в баке. Вот такая даже есть информация. Время передвижения вашего от старта, от того, как вы открыли автомобиль. Пробег. Застену с того же момента. Моментальная скорость. Вы ее можете вывести в цифровом виде. Сигнал предупреждения. Превышение определенной скорости, который вы можете выставить практически там с любого параметра. То есть, от 20, по-моему, там и до упора. То есть, это выставляется для того, чтобы вы, например, едете по какой-нибудь местности, где нельзя превышать какую-то определенную скорость. И вам будет подавать оттенок сигнал, что вы уже превышили эту скорость. Или можно поставить на пару километров меньше, чтобы ее не превышать. Или же, когда вы, например, на летней резине едете перебываться только на зимнюю, да, и ограничение желаемое не больше 50 ехать. Даже если это сухой асфальт, минусовую погоду на летней резине, это будет правильно передвигаться. Поэтому надо себе ставить ограничение скорости, для того, чтобы вы понимали, что вы не превышали эту скорость. А вы можете о чем-то задуматься, по-моему, подобное. Не дай бог поговорить по телефону. И можете случайно превысить эту скорость. Климат-контроль стандартный. Во всех шкодах он одинаковый. Очень комфортный, очень понятный. Ничего сложного. Работает отменно, никаких вопросов. Тут же еще есть старт-стоп-система, которая глушит автомобиль при каждой большой остановке, например, на светофоре. Это получается то, что вы экономите топливо. На мультируле вы можете переключать как то меню, так и музыку, менять каналы и тому подобное. Есть у нас, наверное, я так подозреваю, что это самый большой телевизор, который может стоять здесь. Будем называть его правильно. Не телевизор, а экран. Вот. Вот тут можно, например, отключить систему стабилизации, которая, как мы уже выяснили, и вам покажем, работает просто отменно. В шинах как раз вы можете выставить предупредительный сигнал о скорости. Настроить давление правильно, чтобы у вас датчики давления в шинах правильно вам сигнализировали, если вдруг приспущено колесо, или же наоборот перекачали. Освещение. Ну и все стандартные пункты, которые есть в любой вакгруппе. Вот. Но это, заметим, Skoda, и она дешевле всей вакгруппы. Подлокотник. Удобный для тех, кто любит ездить на локте. Вот. Вот так поставить, тут вот так поставить, и поехать, и не повернуть, если это, не дай бог, будет какая-нибудь экстремальная ситуация. Правильно сделать вот так вот, и забыть про него, и держаться за руль. Но это мы расскажем вам позже. Есть также режим автоматического ручника. То есть, когда вы останавливаетесь, он сразу включает ручник, и пока вы не нажмете на педаль газа, он будет работать как ручник. Новый селектор коробки передач, в Skoda во всех уже обновился, он, наверное, практически во всех. Прикуриватель USB для зарядки сразу. То есть, не обязательно вам нужен переходник для того, чтобы зарядить, например, свой телефон. Вы можете просто взять провод и вставить здесь в USB, при этом телефон может и подключиться сюда, и заряжаться. Также тут есть еще Apple CarPlay. Бардачок стандартный. Также есть холодильник, так называемый. То есть, вы можете открыть эту штучку, и у вас будет холодный воздух. Видите, нарисована снежинка. Холодный воздух будет заходить в бардачок. Насколько я знаю, это максимальная комплектация с бензиновым мотором. Тут есть регулировка по высоте, так называемый лист сидения. Очень нужная. На самом деле, регулировка очень нужная. Есть такая штучка, которая вас заставляет сидеть немножечко ровнее, если она выдвинута. Поддержка спины, так называемая. Тут же, на двери, есть кнопка открывания багажника. Кирилл вам показывал, он работает автоматически. Но я добавлю, это вы можете еще сделать из ключа. Подходя к автомобилю, вы можете нажать кнопку на ключе, и автоматически откроется багажник. Переключатель света такой, как у всех в АК-группе. Очень удобный, комфортный, понятный. Ничего сложного. Ну, а давайте посмотрим, что у нас на заднем ряду. А на заднем ряду у нас Кирилл. Вот он и расскажет. Друзья, первое, что падает вам в глаза, когда вы садитесь на задний ряд, это, конечно же, вот эта вот богатая вставка. Она не позволяет нам ни на секунду забыть о том, насколько качественным и хорошим автомобилем мы сидим. Также стоит отметить тот момент, что сзади достаточно места. Но даже если у вас с местом будет проблема, задний ряд сидений нашего автомобиля оснащен аж двумя регулировками, что весьма нечастный случай для автомобиля этого класса. Вы можете спросить, что за две регулировки. Первая регулировка, она более распространена, чем вторая. Это угол спинки. Если вам неудобно, вы можете немножечко ее откинуть, тем самым отдохнуть даже на заднем ряду сидений. Второй момент – это регулировка задних сидений по расстоянию. Также стоит отметить то, что у Шкоды, как всегда, нет проблем с эргономикой внутри. У нас есть места, куда мы можем убрать воду. Также, благодаря переднему сидению, которое очень сильно похоже на модели сидений, которые устанавливаются на спортивном автомобиле, водитель лишен дискомфорта в момент погрузки в задний отсек сидения переднего всякого багажа задними пассажирами. Не будет этого раздражительного тычка сзади. И еще один момент, на который я обратил внимание с точки зрения безопасности. Здесь очень хорошее место крепления верхнего ремня центрального пассажира. Давайте обратим на него внимание. Очень часто верхняя точка крепления ремня безопасности заднего центрального пассажира крепится, к сожалению, не на элементы кузова непосредственно, а к сидению. Этот вид фиксации не настолько надежный, потому что критическая нагрузка на ремень может быть настолько сильной, что ремень выдержит, но спинка сидения не выдержит. И вы своим весом, разогнанным в случае какой-то экстренной ситуации, просто можете спинку потянуть за собой с помощью ремня. А в случае фиксации ремня непосредственно к кузову, это намного крепче и надежнее, что непосредственно есть и безопаснее. Также не стоит оставлять без внимания, и то, что в этом автомобиле на заднем ряду сидений есть целых два специально оборудных места подкрепления детского сидения с помощью системы Isofix. И крайний момент, на который я бы хотел обратить наше внимание. Если в путешествии вы отправляетесь составом менее пяти человек, и сзади у вас есть не три человека, а два и меньше, пассажиры заднего ряда вознаграждены такой классной опцией, как подлокотник и он же подстаканник. Просто спинка центрального пассажира легко трансформируется в такой прекрасный подстаканник и подлокотник, тем самым разделяя боковые посадочные места заднего ряда. Мне кажется, что этот автомобиль в меру жесткий, как вся, в принципе, ВАГ-группа. Она сейчас вся такая, потому что они делают неплохой акцент на управление автомобилем. Поэтому мягкий автомобиль не может хорошо управляться. Я бы отметил то, что вот у ВАГа, у него, мне кажется, пускай это не будет огородом, камнем в чужой огород, я сейчас никому не говорю, что он плохой. Просто у ВАГа ярче всего видно вот этот идеальный баланс между управляемостью и энергоемкой подвеской для того, чтобы поглощать неровности дороги. Вот в нашей стране это немаловажно в наших условиях. У нас много ям. И этот автомобиль, он в меру мягкий, так что можно ехать комфортно и не сильно переживать за покрытие, не объезжать каждый стык. Но при этом он не валкий из-за этой мягкости в поворотах. Он очень управляемый, он не кажется разобранным. Вот он именно собран в кучку. Ты его понимаешь, несмотря на размер. У этого автомобиля нельзя требовать от него, например, комфорта, как у Мерседеса или Тойоты, да, там вот этой мягкости, которая, как для нас, да, наверное, излишняя, да. Но и в то же время нет такой подвески дубовой, как, например... На спортивных машинах. На спортивных машинах, будем так говорить, да. Которая очень хорошо управляется из-за этой подвески автомобиль, но о комфорте каком-то говорить не стоит там. Здесь... Да, тут вот золотая какая-то середина, которая мне на самом деле по душе, как на каждый день. Есть приятный бонус в том, что у нас есть повышенный клиренс, но при этом за собой он не тянет вот эти вот... У повышенного клиренса есть обратная сторона медали какая? Повышенный центр тяжести и плохая управляемость, валкость. А здесь это не настолько явно выражено, как у остальных автомобилей тоже с повышенным клиренсом. Ну и в то же время, да, от этого автомобиля не стоит ожидать, что это у вас будет рамный внедорожник, который проедет везде. Во-первых, тут монопривод передний, и то, что тут клиренс, как Кирилл сказал, он высокий, но не настолько, насколько хотелось бы, чтобы лезть в болото. Он для пересеченной местности, но не для бездорожья. Это где большая разница? Как девушки у нас говорят, почему вы купили паркетник? Ну, чтобы парковаться удобно. А что, на легком автомобиле трудно парковаться? Не, ну просто я заезжаю на бордюр и не обращаю на него внимания. Да. Так, ну что, разгонимся снова до сотни и затормозим экстренно, да, так это? Правильно говорить, экстренно. Это другой объект? Нет, собственно. Не зря мы на взлетке, чтобы нам никто не мешал. Разгоняемся. Что, без очков неудобно? Я смотрел. Я смотрел. Я смотрел, бликует ли наше торпедо лобовое стекло. Друзья, какой можно сделать вывод? Вот потому, что мы сейчас покатались и посмотрели. Цена-качество, да. Гонки, нет. Внедорожье, нет. Молодая семья, да. Городской помощник на каждый день, да, именно помощник, который не будет у вас забирать лишнюю энергию своей тяжестью в управлении. Здесь все понятно, и даже юному водителю в каких-то экстренных ситуациях этот автомобиль будет помогать своими системами, и они не будут как лишние кирпичи, которые мы носим в рюкзаке на всякий случай. Здесь на самом деле все работает, и все работает понятно и не пугающе. Вот это немаловажно в системах, чтобы когда они включаются в помощь, чтобы они не пугали водителя. Здесь, слава богу, все классненько. Надеемся, вам понравился тест-драйв со Шкодой Корок. Не забывайте после этого тест-драйва подписываться на канал Прага Авто, оставлять нам свои впечатления от нашего тест-драйва, задавать вопросы и, может быть, даже идеи, с какими автомобилями вы бы хотели встретиться в следующих выпусках. С вами был Международный центр безопасного вождения физика движения. Я Александр Сарыкеев. А я Кирилл Каландыриц. До встречи в следующих тестах. Пока.